В последнее время на фоне эпидемии коронавируса мир столкнулся с проблемой оптовой закупки продуктов и товаров первой необходимости. Люди сметают с полок супермаркетов все нужное и ненужное, затариваются на всякий случай макаронами, консервами и туалетной бумагой. Американцы не отстают. Холодильники ломятся от продуктов, кладовые забиты доверху. Правда, у многих из них, в отличие от тех же европейцев, поход за покупками продуктами не ограничивается. Вот факт. Продажа оружия в Штатах за последние два месяца взлетела на более чем 300% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В оружейных магазинах отмечают, такое увеличение объема продаж является беспрецедентным. Когда мы открыли двери нашего магазина в 10 часов утра, там была огромная очередь покупателей. Их было не меньше 100. Если в Китае в разгар эпидемии подобные очереди выстраивались в аптеке за масками, в США люди готовы выстоять несколько часов ради покупки винтовки. По данным газеты New York Times, только за март в Штатах продано почти 2 миллиона единиц огнестрельного оружия. В чем же причина столь резкой нужды? Основная состоит в том, что американцы попросту боятся роста преступности. И такие опасения не напрасны. Власти США распорядились выпустить из тюрем на свободу заключенных. Неслыханные ранее меры предприняли из-за боязни того, что закрытые учреждения в условиях эпидемии коронавируса могут превратиться в один огромный очаг распространения COVID-19. Коронавирус стал причиной опасностей, с которыми сейчас сталкиваются тюрьмы, центры содержания мигрантов, а также дома для престарелых, психиатрические больницы и другие закрытые центры. Как вы знаете, места содержания под стражей во многих странах переполнены, а в некоторых случаях – чрезвычайно. Физическое дистанцирование и самоизоляция в таких условиях практически невозможны. Поэтому мы призываем правительство принять срочные меры для защиты здоровья и безопасности лиц, находящихся под стражей. Видимо, прислушавшись к рекомендациям ООН, американские власти начинают отпускать на свободу сотни уже бывших заключенных. Например, в Техасе освобождают всех тех, чей срок подходит к концу. В штатах Флорида, Вашингтон и Алабама местные тюрьмы должны покинуть осужденные по обвинениям в ненасильственных преступлениях, нарушении правил дорожного движения или правил условно-досрочного освобождения. Кроме того, освобождают пожилых и испытывающих проблемы со здоровьем. Вот и получается, за считанные дни на улицах США внезапно появились тысячи уголовников. Конечно, большая часть из них с точки зрения властей не опасна, но как результат у оружейных толпы простых американцев. Я хочу просто защищать свою семью. У меня есть пистолет дома, но на случай, если сейчас все оружейные пустеют, я еще куплю. Я должен убедиться, что готов ко всему. Наши стенды обычно намного больше заполнены. Обычно у нас на стенах висит около 35-40 видов оружия. Но сейчас, как только к нам что-то поступает, оно тут же исчезает с прилавков. Сейчас у меня осталось буквально три вида пистолетов. Чтобы не забивать и без того переполненные тюрьмы, американский суд теперь выносит вердикты в достаточно мягкой форме. Если раньше за определенное преступление подсудимому грозил реальный срок, то сейчас все больше подозреваемых отделываются лишь условным. Желание защитить себя и свою семью в стране, где владение оружием право каждого совершеннолетнего гражданина, и заставляет людей бежать в оружейные магазины. Иногда винтовки выносят сумками, поэтому некоторые продавцы ограничивают продажу количества оружия и патронов в одни руки. Это тактическая винтовка ААР-15. Да, сэр, сейчас она очень востребована. У меня сегодня осталось всего четыре штуки, но к полудню и их не будет. Поэтому мы ограничили продажу боеприпасов по одной коробке на человека. Продавцы рассказывают, многие клиенты – это те, кто оружие в руках никогда и не держал. Люди просят продать что-нибудь, с чем справится любой новичок. В основном это малокалиберные пистолеты. Приходит много людей, которые говорят, что никогда не думали, что когда-то в своей жизни купят пистолет. Но теперь они именно этого и хотят. У оружейных компаний рекордно растет стоимость акций. В Америке сейчас пистолет востребован почти так же, как и лекарства. Производителям боеприпасов сейчас приходится работать сверхурочно, поэтому нам необходимо за это доплачивать. Поэтому некоторые компоненты боеприпасов значительно подорожали. Администрация Трампа, кстати, отнесла оружие к товарам первой необходимости, поэтому магазины будут оставаться открытыми даже в условиях полного карантина. То есть, по сути, пистолет по важности приравняли к макаронам и консервам. Естественно, это вызвало возмущение групп, призывающих к контролю над огнестрельным оружием. Они назвали такое решение политикой, которая ставит прибыль выше общественного здравоохранения. Главные лоббисты Национальной стрелковой ассоциации в ответ заявляют, мол, наоборот, крайне важно, чтобы оружейные магазины оставались открытыми, так как каждый американец должен иметь возможность осуществлять свои конституционные права. Споры между теми, кто выступает против бесконечного вооружения рядовых американцев и между теми, кто считает оружие несокрушимым правом каждого гражданина, идут давно. Но если задуматься, возможность любого купить пистолет в конечном счете и ведет к переполненным американским тюрьмам. Ксения Пекарская, Вокруг планеты.